Ну что, возможно, пора начинать. Извините за такую спешку. Давайте сейчас манипулируем... Нет, это слишком интимно. Это еще хуже. Ну, видимо, это единственный вариант, наиболее доступный. Вы будете голосовать, насколько все хорошо или плохо видно. Пока видно плохо, но это вам видеть не обязательно. Значит, фух. А, я не запустил трансляцию, господи. У нас столько возни не только потому, что это первая лекция, но еще и потому, что сегодняшний год экспериментальный. Я одновременно веду стрим в YouTube и одновременно разговариваю с вами. Все прошлые, пару прошлых лет у нас был ковид, и стримы в YouTube все ограничивались. А сейчас я решил вот запустить такой эксперимент на людях, то бишь, на нас с вами. Вот тут народ уже со мной здоровается. Значит, сразу скажу, извинюсь перед теми, кто у меня здесь в чатике YouTube. Сегодня я не смогу читать YouTube сообщения, мы не настроили эту фигню на отдельном мониторе. Придумаем это в следующий раз. Вот, поэтому извините, если кто-то там есть в чатике из старожилов, вы можете отвечать на вопросы, вместо меня не смущайтесь. Это что касается нашего YouTube. Что касается нас, значит, зовут меня Георгий Курячий, я сотрудник факультета ВМК. Вот, до начала 2000-х работал системным администратором факультета. С начала 2000-х основное мое место работы – компания «Базальдиспома», где мы делаем российский дистрибутив «Линукс», который «Альтлинукс» называется. Ну а на факультете я продолжаю читать разнообразные курсы, и данный курс у нас является обязательным кафедральным курсом для кафедры АСВК и спецкурсом для всех остальных, причем его можно оформить и как, значит, бакалавский и как магистерский. Вот, только два раза нельзя пройти. Вот, значит, у нас сегодня первая лекция, посвященная, собственно, питончику. Да, разговор будет идти языки программирования питон, вот. И вот первая лекция, она такая ознакомительная, да, мы познакомимся друг с другом. Значит, я так понимаю, что здесь присутствующий по большей части как раз это та самая 321-я группа, помашите ручками, практически все. Очень хорошо. Ничего страшного в том, что остальные потом запишутся, пускай потом запишутся. Вот, сегодняшняя лекция, она почти не имеет последствий. Вот, значит, и она, значит, ознакомительная. Может быть, я, кстати, уберу регистрацию, в следующий раз зарегистрироваться. Да, у этого курса есть четыре повода для появления. Повод первый состоит в том, что почему бы не поставить хорошую оценку человеку, который уже и так знает питон? А вот. Соответственно, никто вас не неволит ни в чем, кроме своевременного выполнения домашних заданий. Ни домашние задания нужно сдавать вовремя. Их надо сдавать Еджаджу, но не пугайтесь, кто у кого был Еджадж по праку. Наш Еджадж гораздо более белый и пушистый. Он даже вам ошибки в тестах выдает, дает посмотреть. Вот. Значит, расценки с домашних заданий такие. И решаете в течение шести дней с момента задания, получаете стопроцентную оценку, еще плюс неделю 50%, все остальное время 25. Да? Оценка выставляется автоматом, если вы наберете определенное количество баллов и решите некоторые обязательные, наиболее занудные задачи. Вот. Значит, это оценка... Нет, если вы решите наиболее занудные задачи, вы еще и пятерку автоматом получите. Да? Можно получить автоматом четверку и даже тройку. Вот. Что еще про... Это вот последняя тема. Что еще про курс? Почти наверняка что-то из того, что я здесь расскажу, вы не знаете. Потому что я вот как человек, который читает этот курс не первый год, каждый выход питона сижу и читаю релиз нот с питомских, узнаю для себя много нового, в том числе, что это оказалось... Оказывается, пару лет назад уже реализовали, а я пропустил. Вот. Поэтому лекции рекомендуется смотреть. Никакого побочного эффекта типа знаний терминологии специфической лекторской на экзамене от них нет. Вот. Но если ваша задача подойти к, значит, курсу серьезно, то, значит, рекомендуется на него ходить. Вот. Ну или как минимум смотреть тот самый стрим. Вот. Присутствующий здесь Виталий будет делать монтаж стрима за пару дней. То есть это будет еще облагороженное нечто. Вот. Можете поглядеть эти монтажи прошлых лет. Они очень, очень, очень хороши. Вот. Ну, в общем, вот. В принципе, ходить на лекции нужно для того, чтобы задавать вопросы лектору в основном. Правила разговора на лекциях. Говорить на лекциях можно, но не тише, чем говорю сейчас я. То есть то, что вы говорите, должно быть слышно всем, а в идеале должно еще и на аудио записаться. Вот. Если вы не готовы так громко кричать, я буду повторять то, что вы сказали, и тогда оно будет записываться. То есть разговор приветствуется. Ну, только перебивать лектор нехорошо, конечно. Вот. Это я сказал, это я упрядила. Короче говоря, кто хочет, ходит на курс. Кто не хочет, сдает экзамен. Вопрос только в том, как это, хотите ли вы что-то новое узнать там лично от меня, а вдруг я что-то новое знаю или нет. Теперь, значит, откатываем на начало. Чем мы, собственно, будем заниматься? Я сказал, что мотивации четыре. Первую я ответил, почему бы не поставить хорошую оценку по Питону, человеку, который знает Питон. Мотивация номер два. На свете существует два вида курсов по Питон, которые занимают, ну, примерно процентов 95 информационного пространства. Первый курс – это Питон для самых маленьких. Мы сейчас вам расскажем, что такое переменные, что такое циклы, что такое объекты, как кнопочку нарисовать. Вот. Ну и вообще там, и напишем игру. Вот. Второй вариант – это для курса для продвинутых, как, не знаю, там, в Джанго делать асинхронные взаимодействия с несколькими серверами. Какое-нибудь такое. А вот. Мне пришло в голову, что почему-то очень мало подхода такого, что вообще говоря, Питон для нормальных не для самых маленьких, не для самых толстеньких, а для нормальных. Да? Это просто питоний туториал тот самый. Сейчас найдем тут этот туториал. Вот он, туториал. Это вполне себе приличный документ, который весьма актуальный, он постоянно обновляется. Давайте я сделаю погромче чуть-чуть картинку. Вот. Он постоянно обновляется. И человеку, знакомому с одним или несколькими языками программирования, достаточно прочитать этот туториал, чтобы, ну, скажем так, приобрести хорошее понятие питания. И совершенно очевидно, программировать на Питоне, читая, вы не выучитесь. Программировать можно выучиться только программируя. Вот. Чем мы, собственно, с вами весь семестр заниматься Эйбусом? Это была мотивация номер два. Мотивация номер три состоит в том, что на самом деле сейчас есть еще один такой повод для хайпа. Вся эта вот дата-сатанизм весь вот этот вот, вот это вот вся вот использование Питона в качестве такого настольного калькулятора под названием Юпитер-нотбук. Вот. Признавая за самой средой, в том числе за Питоном, действительно очень удобные свойства настольного калькулятора, мы сегодня это прямо увидим. Или завтра, или в следующий раз. Хочу заметить, что под этим соусом люди напрочь забывают о том, что Питон – это современный язык программирования, который очень остроумно и экономно устроен, я надеюсь это вам показать за семестр, и который следит за современными тенденциями в программировании и на свой лад в очень таком простом пальцевом виде их реализует. То есть мы увидим некоторые конструкции, которые там, а в C++, например, появились позже, чем в Питоне. Хотя в C++ должно появляться вообще все. Ну, это специальный язык свалка. Значит, и вот с этой стороны мне очень бы хотелось показать Питончика. Вот. Ну и, наконец, чистая вкусовщина. Я не просто так занялся Питоном, в какой-то момент я прочел весь тьюториал за 7 суток или за 10 суток. Обратите внимание, не за 10 дней, за 10 суток. Прочел Питончик, вернее, весь тьюториал за 10 суток, разумеется, прощелкивая его пальчиками, так-то прочесть можно гораздо легче. И мне очень, мне показалась одна вещь, которую иногда буду вспоминать на наших с вами разговорах, что Гвида, автор Питона, Гвида Ван Россо, в общем, очень хороший программист на C. Если вы хотите поучиться, как писать не системные программы, которые вот там лезут прямо в голову куда-нибудь или прямо в ядро, а прикладные программы на C, посмотрите, как написан Питон. Какая там дисциплина программирования на этом, в общем, опасном языке программирования C. Вот. Это вот последняя моя мотивация. И мы, раз уж вспомнили про Гвида Ван Россо, наверное, имеет смысл про него и немножко поговорить. Вот, значит, Гвида. Вот, красавчик наш. Это давно уже было. Да, это было почти 15 лет назад. Нет, больше, чем 15 лет назад. Вот. Такой, значит, оказывается, есть другие Ван Россо, много вида Ван Россо Мазин. Такой, значит, у дядька, который, ну, вот про его, как бы, программистские способности я рассказал, но в действительности для того, чтобы написать свой язык программирования, недостаточно хорошо программировать на C. правда. У него есть два еще важных достоинства. Во-первых, это один из очень эффектных комьюнити-менеджеров, которые мы знаем. Вот мы таких знаем по пальцам. Гвида, Линус там. Ну, вот, ну, реально. Таких людей поименно их вот на пальцах одной руки пересчитать. Вот. И он очень, когда он был еще, это называется, benevolent dictator for life, великодушным пожильным диктатором, то есть крайним человеком при принятии решений в сообществе Питон, он проявил очень много прозорливости и, как бы, так-то, доведя сообщество от языка, фактически, игрушечного, до языка, на котором программируют все, включая, там, не знаю, бомжей, космонавтов и политиков. Ну, вот, относительно космонавтов, если бы не сегодняшняя встреча кафедры, то сегодня вечером была бы моя первая лекция по Питону для факультета философии. Так она будет через неделю. Вот. Помимо, значит, того, что он очень хорош как комьюнити-менеджер, был, пока был у руля совсем, он еще и как технический специалист, то есть этот человек действительно понимал, как мне кажется, как понимает до сих пор, он никуда не ушел, он просто не один теперь, вот, хорошо понимает, что нужно, а что не нужно засовывать язык программирования. Именно поэтому, на мой взгляд, Питон остается постижимым языком, который я рискну процентов на 80 рассказать вам вот прямо за один семестр. Что, в общем, давайте, опять же, попробуем сравнить с каким-нибудь C++, который можно изучать всю жизнь и, в общем, на этом, да. Как полагается сообществу, рулится оно, то есть управляется оно с помощью некоторых, некоторого процесса информационного обмена с последующим его, как это, с последующей его фиксацией. Это называется PEP, то есть Python Enhancement Proposal, и этот PEP можно написать любой человек. Написать туда, вот я предлагаю вставить в Python что-нибудь. Лямбды, лямбды, кажется, там были изначально. Ну, не важно, что. Factory с дизайн пайтернов. Синтаксически вставить, чтобы можно было так, Factory такой, и пошел, значит, этот самый выход. Вот. Что для этого нужно сделать? Написать письмо. В этом письме должно быть пропозал, описание, почему без них плохо и почему с ними хорошо, описание того, ну, понятно, какой вы получите эффект, и предложение по тому, как это должно быть реализовано, сообразно, собственно, тому, как сейчас Python-интерпретатор устроен сам по себе. Вот таких PEP на сегодняшний день несколько тысяч штук. они проходят обсуждение сообществом, там, значит, приезжает критика, приезжает что-нибудь, давайте посмотрим, какие еще бывают PEP-ы, чтобы... Ссылка на PEP-001 это, собственно, сам PEP, который определяет, что такое PEP. А вот их тут много. PEP-0 еще есть. А, нет, а PEP-0 это список этих PEP-ов. Вот. Даже не знаю, во что тут ткнуть. Ну, собственно, это не очень важно. О, викрефы. Викрефы, где викрефы? Вот викрефы. Это, правда, еще к Python-у-2. Человек говорит, смотрите, у нас строгая, строгая refcount в Python-е принят, да, строгий учет ссылок. Вообще-то, бывает нужно, чтобы объект, который ссылается на другой объект, продолжал существовать, даже этот, если тот объект, который вы удалили, он умер, и, соответственно, все рекаунты понулились. Вот. Вот предполагается, что будет викреференс, специальный класс. Вот. Вот предлагается motivation, рационализация, зачем нам нужны викреференсы. Вот. Вот предлагается, какие проблемы возникнут, когда мы их релизируем, рационализуем. Вот. И дальше там предложение по синтаксису. Вот. Значит, что тут нету? Тут нету обсуждения. Ну, да ладно. Значит, я хочу, чтобы было с обсуждением. Discussion есть какой-нибудь? Тоже нету. Ну, ладно. В следующий раз, тогда через год, если буду еще через год читать эту лекцию, покажу вам пепс обсуждением, не вам уже, пепс обсуждением. Но это, в общем, не очень важно, да? Значит, важно, что... Нет. Ну, бог бы с ним. Короче говоря, обсуждение совершенно не обязательно закончится принятием вашего предложения. Вполне возможно, его отвергнут, потому что будет написано в результате обсуждения. Более того, сам Гвида в какой-то момент понял, что он больше не обязан исполнять должность пожизненного великодушного диктатора, когда произошло обсуждение, дай бог памяти, то, что называется «волрус-оперейтор», оператор присваивания, который в Питоне появился, оператор присваивания в Питоне появился сравнительно недавно, тройку лет назад, в 19-м году. Вот. Значит, люди предложили этот синтаксис, часть людей сказала, что как клево, пускай будет оператор присваивания, часть людей сказала, да вы сейчас все поломаете, у нас читать код где будет, и давай, значит, рубиться на разных орудиях. Рубились, они рубились, и как полагается, при наличии пожизненного диктатора, если сообщество не приходит к конкретному выводу, если они не договариваются, они зовут папку, папка говорит, папка, рассуди нас. Вот. И все эти гоны, да, начиная с, там, условно, 1994 года вплоть до 2019, приходил папка Гвида и сказал, и говорил, мне это не нравится, давайте не будем. Или, окей, мне это нравится, давайте будем. И как полагается добровольному диктатору, все, что он сказал, то и делали. Разумеется, это происходило не просто так, не абсолютно своевольно, Гвида, разумеется, вникал не только в технический аспект того, что говорилось, но и в социальный, вот, и всегда принимал решения, в общем, адекватные. За исключением вот этого самого маржового оператора в 2019 году, когда он сказал, давайте делать, а народ продолжил драться. Он сказал, мужики, ну вы лучше меня знаете, похоже, тем более, что вы уже пришли, они продолжили драться, но пришли к решению сами. Вам не нужна моя вот добровольная диктатура, вы как бы уже решение сами поднимаете. И он стал одним из членов наблюдательного совета, который сейчас, собственно, и руководит сообществом. Сам Гвида не так давно, какое-то время, тому назад, он сначала, он типа, в 2019 году поотдыхал, а где-то году в 2020 ушел работать в Microsoft. Чем он там занимается, трудно сказать. Вот, я подозреваю, что он, судя по тому, что блок неопайсоник, который, собственно, был посвящен Python, за последние три года имеет одну запись, что он встречался с Майком Барресом. Вот, а вот блок MyPy довольно живой, похоже, он занимается в Microsoft этим самым MyPy. MyPy это компилятор и статический типизатор для Питона. Мы про него будем говорить в этом семестре. Ну вот, а значит, это что касаемо того, это что касаемо того, кто такой Гвида, Вася. Я иногда буду на него ссылаться, по ходу, разумеется. Что касается того, что такое Питончик, вдруг кто не знает. Может быть, тут кто не знает, я не знаю. Значит, Питончик, как язык программирования, если его попытаться классифицировать, это, в первую очередь, интерпретатор. Вот это мы с вами будем делать прям сплошь и рядом. Давайте вот такой, допустим. Запускать Питончик в качестве интерпретатора. Вот. Который устроен очень простым образом. Вы даете команду, а он ее выполняет. Обратите внимание на то, что ничего страшного в том, что я выдал команду неправильно. В этом нету. Вот никто меня не оштрафует, компьютер не отформатируется и вообще никаких проблем с этим не будет. Вот. Обратите также внимание на то, об этом мы еще будем говорить, что у интерпретируемых языков есть одна важная проблема. Тот факт, что Питон является интерпретируемым языком программирования. В действительности для нас делают, предоставляют очень много свободы. Мы можем делать с живым кодом в памяти, байт-кодом всякие удивительные вещи и даже немножко бузин. Но также и предоставляет некоторый недостаток, который состоит в том, что большая часть ошибок программы, которую вы напишите на Питоне, выявится при ее запуске, выявится в реал тайме. Синтаксический анализатор, вот, например, вот эта ошибка, обратите внимание, видно, нет? Или надо? Так лучше? Ненамного. Хорошо, что-нибудь придумаем. Значит, обратите внимание на то, что вот эта ошибка не является синтаксической ошибкой. Это ошибка рантайма, которая говорит о том, что никакого объекта с именем в данный момент не существует. Более того, а теперь существует. Большая часть ошибок, которые вы получите, программируя на интерпретируемом языке программирования, меняет, вернее, не так, большая часть кода, который пишется на интерпретируемом языке программирования, меняет семантику в процессе выполнения. Только что у нас была ошибка не найдено имя, теперь оно найдено. Один и тот же кусок кода в разных частях программы может работать по-разному. И это еще только простой пример. Почему так? Потому что вы работаете с интерпретатором, который начинает, условно говоря, с пустого листа, и дальше работа вашей программы, собственно, заполняет пространство имен какими-то именами, в частности, вот так. Еще одна фишка питона, это так называемый duck typing, или утиная типизация. По-русски она называется либо латентная, либо неявная динамическая типизация. В питоне, кстати, она строгая. Это, кстати, еще одна довольно забавная легенда. Люди говорят, вот, в питоне нет типизации, язык не типизированный, ничего подобного. Все в точности наоборот. Питон строго типизированный язык. Никаких подковерных преобразований типов, объектов, если вы с ними работаете, в питоне не делается. Если данная операция определена для данного класса, только с этим классом, ну и с его наследниками, она будет работать. Вот, не как в C++, где подковерно ищется, нет ли какой-нибудь функции, у которой был входной тип такой, а выходной сикой, чем ее применим. Поэтому типизация в питоне строгая, но неявная и динамическая в том смысле, что типизируются объекты, но не имена. Имена это просто имена. Вот это имя, которое мы с вами использовали, оно может быть перенацелено на какой-нибудь другой объект совершенно другого типа, пожалуйста, никакой проблемы. Типов имен в классическом питоне не существует вообще, только типы объектов. Типы объектов, разумеется, различаются и, как это сказать, и никогда не могут пересекаться. Вот. Вот и все. Утиная типизация на самом деле идет дальше. Именно поэтому она неявная. Почему она утиная, кстати? Ну, это известная пословица, что если у вас есть что-то, что плавает, если вы считаете, что утка это то, что плавает и крякает, то все, что плавает и крякает, как утка, является уткой. Даже если при этом оно еще пускает дым, лазер из глаз, там, не знаю, периодически там, да, меняет цвет. Если вы требуете от объекта, чтобы он поддерживал сложение и умножение, значит, все, что поддерживает сложение и умножение, вас устроит. В этом смысл утиной типизации. Объект определяется набором свойств. Эта вещь тоже достаточно популярная, но в Питуане она доведена, если не до абсурда, то до логического, так сказать, логического совершенства. в частности, ну, вот такой классический пример, да, дактайпинга, это когда вы пишете функцию какую-нибудь вот такую, и эта функция может работать с любыми объектами, для которых определена операция сложения, или, если говорить более точно, которые имеют метод два подчеркивания ADD2 подчеркивания в своей реализации. То есть, если мы, скажем, допустим, там, x y равняется 100500, и мы посмотрим, какие, ой, какие есть методы у объекта x, мы увидим там объект AND, и это значит, ну, и что этот ADD, это значит, что, по крайней мере, мы попытаемся выполнить эту операцию. Давайте посмотрим. ADD, скажем, x, y. Вот. Но, если, допустим, у нас есть два строковых объекта, давайте посмотрим, есть ли операция ADD для строкового объекта. Есть. Давайте посмотрим, что получится. Вот. При этом совершенно очевидно, что это просто другой метод другого класса, который просто в данный момент дернется, ибо вся вот эта вот ваша плюсики, минусики, даже квадратные скобочки, это всего лишь синтаксический сахар для вызова соответствующих методов. Мы об этом еще будем говорить. Вот. Утиноэтипизация. Да, кстати, да. То есть никакого выбора приоритетов не происходит в champs+. Приоритетов чего? Ну, вот местах, ну, есть несколько методов для разных переменок, которые названы одинаково. Нет нескольких методов для разных переменок, которые названы одинаково. Ад вот вот этот метод объекта x, никакого другого метода ад у объекта x нету, он один. Это метод объекта x. Нет, почему? Если, допустим, мы берем класс int, у него тоже есть метод. Он тоже один. Метод не привязывается к именам. Имена — это всего лишь ссылки на объекты. У объекта ровно один метод add. Мы могли написать вот так на самом деле. То есть, когда мы поменяем тип объекта? Мы не можем поменять тип объекта. У объекта фиксированный тип. То есть, когда мы присваиваем объектное значение с другим типом, у нас создается еще один объект? Конечно. Всякий раз, когда вы что-то пишете в Python, вот, например, так, у вас создается объект. Если вы его ничем не связали, например, не связали именем, то он после этого уничтожается. Если его связали именем, теперь у него есть имя А. Об этом мы поговорим в следующий раз, но идея именно такая. Имена — это всего лишь ссылки на объекты. Объекты всегда строго типизированы, у них всегда известный тип. Операции, которые мы можем с ним сделать — это всего лишь набор методов, которые в них есть. Утильная типизация, как она есть. То есть, если мы поменяем значение какой-то конкретной переменной, то… Мы не можем поменять значение переменной, можем создать другой объект и назвать его этим именем. Переменная в Python — это просто имя. Мы об этом тоже в следующий раз будем говорить. Вы очень хорошие вопросы задаете, просто они чуть-чуть про следующие… Там я хочу более конкретно пройтись по идее связи. Вот. В Python очень много синтаксического сахара. Это, пожалуй, из мне известных языков наиболее плотный без мозгового скрипа. Самый плотный, конечно, какой-нибудь Хаскель, но… Как это? Нужно быть таким мозговым штангистом, чтобы эффективно программировать на Хаскеле, а на Python кто угодно, как известно, может программировать. При этом, если писать плотный код на Python, то это получится очень довольно такое… Густое варима. Его рекомендуется разжижать пробелами и пустыми строками. Ну и, в общем, красивое. Давайте поищем определение в Википедии. Мне кажется, это проще, чем… Давайте попробуем даже перевести на русский. Наверняка есть русская статья. Синтактические возможности… Хорошее определение. Применение которых не влияет на поведение программы, но делает использование языка более удобным для человека. Хорошо читается, хорошо пишется, быстро понимается, экономит время на тупеж. Ованс. Мы с этим встретимся… Я каждый раз буду говорить, что вот смотрите, в Python можно вот так. Так что с этим мы встретимся много раз. Одно из свойств Python, про который мы поговорим в самой последней лекции в этом семестре, это в том, что на самом деле альтернатив как таковых там почти нет. Любое действие однозначно делается одним способом, немногими. У вас нет необходимости в голове перещелкивать различные варианты. Ну или есть, или есть такая… Скажем так, необходимости нету, потому что никто не будет писать вот так. Все будут писать вот так. Хотя второе есть синтактический сахар для первого. Да? Вот такого рода… Ну это понятно, это какая-то простая штука, но раз уж пошла такая пьянка… Никто не будет писать вот так. Все будут писать вот так. Тем не менее, вот это второе – это всего лишь синтаксис, а первое – это в общем семантика. Это то, как на самом деле устроено. Про это мы тоже можем говорить, но раз уж вы спросили. Во! Да, ну и конечно же, конечно же, сообщество стало развиваться настолько бурно, где-то лет десять назад произошел просто взрыв. Питонисты стали расти просто на каждом углу и выглядывать из каждой щели. Как следствие, модулей, то есть готовых программных компонентов, которые вы можете использовать для питона. В самом питоне порядка двухсот. Вот они. Сейчас найду. Это где-то вот тут должно быть. Сейчас. Это надо просто сделать… Вот. Вот они. Это встроенные в питон модули, то есть то, что вы получаете, установив питон на свой компьютер. Как правило, это базовый набор операций для работы с файловой системой, с операционной системой, и куча всяких интересных штук, небольшую часть из которых мы все-таки потрогаем сегодня. Их там порядка двухсот. А вот модули, которые вы можете поставить на свой компьютер одной командой, на сегодняшний день порядка четырехсот тысяч, четыреста тысяч программных компонентов под свободной лицензией, то есть таких, которые вы можете совершенно невозбранно скачивать, ставить, пользоваться ими, никому ничего не платя, модифицировать их и так далее под свободной лицензией. Такая вот нынче картина. Кстати, давайте посмотрим, сколько их было вчера, когда я готовил план лекций. Значит, запоминаем. 398 077. 397 842. Понятное дело, что 90% этих модулей – это какие-то поделки одноразовые, которые люди просто куда-то запостили и все такое. Предположим, один процент из этого – это полезные и нужные модули. Один процент – это сколько? Четыре тысячи? Нормально. Вот. Отдельная тема – это свободное лицензирование самого питона, как программного продукта. И, замечу в скобках, подавляющего, полностью подавляющего, больше 99% большинства модулей, которые мы найдем в patent package index, в хранилище ПП. Свободная лицензия – это… Вот тут история того, как это все развивалось. Вот. Свободная лицензия сейчас… Секунду. А, это лицензия на примеры. Вот GPL Compasible. То есть она вообще свободная. Вот. Свободная лицензия, скажу, как человек, который этим занимается, это очень простая штука. Это право пользователя на четыре, четыре права, четыре возможности даются пользователю. Право использования, право распространения, право модификации и право модификации, распространения модифицированных версий. Все без каких-либо ограничений. Вы можете брать исходный код, модифицировать его и распространять дальше. Вам за это ничего не будет. Более того, вам за это только спасибо скажут, если вы что-то улучшили. Вот такова лицензия на Python, такова лицензия, которая PSF, она немножко по-другому устроена как… Вернее так, она немножко отличается текстом от классических лицензий типа BSD или GPL, но она с ними со всеми совместима. Вот. Тут написано, что она GPL Compasible. Соответственно, та же самая история с модулями, которые распространяются в EPP. Вот. Значит, что можно еще сказать про Python, если не начинать говорить про… А я знаю, про что еще расскажу. Если начинать говорить про сам язык программирования, про что я сегодня не хотел это сделать, потому что у нас спецкурс еще параллельно, который нужно записывать. Для чего он используется? Ну, правильный ответ для всего, конечно. Вот. Но… А, я забыл рассказать историю. Ну, историю все могут прочитать, конечно же. Историю все могут прочитать. Значит, первый вариант Python версии 1.0 был сделан Гвида на базе обучающего языка, который назывался ABC, который он, видимо, учил в молодости, или, может быть, и в детстве, я не знаю. Надо почитать, что-то забыться о такой. Вот. И он вышел в 1994 году. И, видите, шесть лет существовал Python версии 1.0. Я видел компьютерные игры, вся логика которых была написана на Python 1 каком-то. Вот. Значит, один из самых в прошлом тысячелетии продвинутых слэшеров под названием Blade of Darkness был написан на Python какой-то испанской команды. Понятное дело, что вся математика была написана на голом C, но вот логика вся была на Python. Вот. В какой-то момент накопилось в первом Python некоторое количество предложений, которые не влезали в него идеологически. И был, в общем, Python 2. Это был примерно 2000 год. Вот. И в эту пору как раз началось стремительное разрастание сообщества, потому что оказалось, что язык удобен не только для обучения как такового, но и, например, для таких вещей, как то, что я называю одноразовое программирование. Написал и выбросил. То есть у тебя есть задача. Как это? Настоящий... Правда, это шутка про линуксоиды, но все равно. Настоящий линуксоид за три часа напишет скрипт, который за пять минут сделает всю ту работу, которую обычный человек справится за час. То есть если вам нужно написать некое наколенное поделие, которое что-то по-быстрому делает, Python на самом деле близок к идеалу. Быстро, мало синтаксического шума, много готовых модулей, которые вы просто берете и дергаете их, и хорошая читаемость. Не нужно документировать. Вот. Второе, подо что Python 2 хорошо подошел, это как скриптовый язык склейки, так называемый. Что такое языки склейки? У вас есть компоненты, большие компоненты системы, вам нужно к этим компонентам сходить и заставить дернуть сначала одно, проанализировать результаты этой одной и написать другую. Собственно, тот самый shell в линукс-подобных, юникс-подобных системах, это такой классический язык склейки, придуманный для склейки. А Python, в общем, придуман был для другого, но, как выяснилось, склейку надо написать довольно удобно. Опять же, шмяк, бряк, туда прочел, отсюда прочел, туда записал, пошло-поехал. Вот. Дальше больше. Дальше на Python стали писать проекты, макеты проектов, логические. Почему? Потому что быстро написать можно проект, он будет понятен и будет как-то работать, не заботясь, например, о его быстродействии в том месте, где он занимается железом и так далее. Разумеется, предметные области всевозможные, то есть если мы зайдем вот сюда вот и нажмем кнопочку «Покажи мне по топику», это предметные области, относительно которых существуют питонные модули. Я специально так сделал, чтобы это нельзя было прочесть, потому что мы не собираемся это читать. Вот. Единственное, чего питону сильно не хватало, это довольно серьезные дисциплины программирования, ну, боюсь сказать а-ля Java, но, видимо, это какой-то вот серьезной дисциплины программирования, чтобы можно было на питоне писать большие и сверхбольшие системы. Сверхбольшие системы до сих пор нельзя писать на питоне, в этом смысле есть другие. А вот методики написания больших систем и некоторое преобразование самого питона как языка для того, чтобы можно было писать реально большие проекты. Вот. Это все было достигнуто примерно на этапе как раз, когда вышел питон 3000, он же питон 3.0. Тоже, кстати, в общем, уже довольно таки давно. Вот. С тех пор мы пользуемся питоном 3.0, питон 2.0 уже несколько лет как не поддерживается совсем. Вот. Все три языка несовместимы друг с другом, ни в ту сторону, ни в другую. То есть обратной совместимости между третьим и вторым питоном нет. Вот. А вот обратная совместимость между питоном условно 3.10 и 3.9 есть. Понятное дело, что наверх обратной, прямой совместимости нет, потому что новые фичи, новые синтактические конструкции, вот это все. Мы с вами поговорим, кстати, про новую синтактическую конструкцию, введенную в питоне 3.10 в этом году. Вот. И это что касаемо применимости. То есть фактически, если не говорить про прямое назначение, ну, тупо написание программ на питоне, да, практически везде вы можете встретить питончик, всякие урезанные типа нано-пайтон или там еще микро-пайтон, не помню. Короче, есть урезанный вариант, который и на мелких железках работает, типа Ардуин. Что угодно. Отдельная тема, которую я хотел затронуть, это питон и не программисты. Вот. Это, собственно, результат того самого бума питоньего, который мы наблюдаем последние, ну, может быть, не 10, чуть меньше лет. Да, нынче 22-й год. Где-то года это с 15-го, да, 16-го. Что-то произошло в этом мире, и все кинулись на питон. Так же, как, там, 40 лет назад все кинулись на basic. Вот. Это привело к тому, что общий, так сказать, если всех людей, которые утверждают, что они знают питон, сложить, потом поделить на количество, то получится, в общем, не очень высокий общий уровень. Вот. Хуже него только PHP. Но, слава богу, сообщество профессиональных программистов на питоне никуда не делось. Оно просто не выросло в 20 раз как сообщество непрофессиональных программистов. Этому росту интереса со стороны непрофессионалов способствует, разумеется, огромный обхват предметных областей и относительная простота написания программ на питоне. Я в своей жизни преподавал питон для учеников факультета психологии МГУ, кафедры геофизики, геохимии и экономики полезных ископаемых факультета геологии МГУ. И вот со следующей недели, значит, ко мне придут еще и философы. То есть интерес, в общем, разнообразный. Вот. Главное нам с вами в таких не превращаться. Еще раз повторяю, одна из целей нашей работы изучения питона как современного и интересного остроумного языка программирования. Ну и поскольку у нас осталось довольно много времени, не знаю, на что я потратил полтора часа, когда в прошлый раз читал эту лекцию, правда не знаю, давайте мы немножко потыкаем пальчиками в питончик для того, чтобы понять, что будет происходить дальше. Значит, питон как интерпретатор командной строки, вот эту вот всю штуку мы с вами еще посмотрим, это будет потом. Питон, питон как исполнитель программ, ну, тоже мы как бы это, у меня нет никакой, прямо тут дофига каких-то программ на питоне написано. Так, это Палево. О, довольно забавная вещь. Смотрите. Что это вообще такое? Какая-то дурацкая программа. Развитьте это, она ни на питоне написана. Это какая-то хорошая программа. HTTP сервер. А, ну, кстати, 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 кстати. Давайте вот, пока у нас есть время, а у нас есть еще где-то минут 20, да? Я правильно понимаю? У нас час прошел сначала. Да. Пока у нас есть время, давайте поразвлекаемся. Значит, три вещи, которые имеют, значит, питон как исполнитель скриптов. Ну, хорошо, господи, прости. Давайте на... Я хотел новую программу начать, но тут какая-то уже есть. Какой-нибудь-то нету. Вот. Давайте что-нибудь... Ну, неважно, да? Ну, что-нибудь такое. Сейчас, ладно, не буду вас мучить. Хорошо. Вот. Простите, вас плохо слышно. Громче, пожалуйста. Громче. Давайте. А что тут не так? А я считаю, что... Не я. Плагин к Vim, который называется Synthastic, считает, что тут вот так надо. Вот. Я специально его ставлю, чтобы он издевался над моим кодом и всегда говорил, когда ему лишние строчки нужны. Вот. Да. Ну, как бы ничего такого, да? Обратите внимание, что все это мог написать и в командной строке тоже. И есть отдельная довольно забавная тема, которую почему-то не все знают, которая состоит в следующем. Вот у нас есть вот этот наш фан. Этой функцией можно воспользоваться. Можно сказать так. Python 3 минус i ooo.py. И внезапно к нам в пространство имен приезжает наша функция fun, и мы можем отсюда ею пользоваться. Только она двуместная. Вот. В каком момент она будет на колечке пространства имен? Мы просто выполнили этот скрипт и не вышли из питона. Вот и все. Какой интерпретатор засунул его? Мы запустили интерпретатор, который сначала выполнил все, что ему сказали, а потом не вышел. Как если бы мы сначала ввели это руками, а потом стали работать. Вот. Очень удобная штука для отладки. Как вы понимаете. Запустили, вжух-вжух, а потом стали ручками эти самые свои объектики проверять. Вот. И вторая тема, которую я хотел давно, хоть как-то про нее рассказать, но не рассказывал, это тема относительно текстовых редакторов. Вот. Значит, я в основном на лекциях буду пользоваться теми редакторами, под которыми у меня заточены пальцы на автомат. Это редактор Vim. А вот. Сразу скажу, что, как это, если вы не знаете, что такое редактор Vim, сначала узнайте. Если вы знаете, что это такое, вас даже научили из него выходить. И это все. Но у вас почему-то, значит, например, вы хотите взять пример с меня. Соберитесь с духом. Дело в том, что редактор Vim, он довольно специфичен как текстовый редактор. Он в основном, все, что вы в нем набираете, все буквки, которые вы нажимаете, это команды. Фактически это такая штука, которую вы постоянно программируете. Вот. Сейчас про редактор Vim говорить не буду, скажу только две вещи. Что это микропрограммирование в уме в процессе набора кода внезапно очень убыстряет этот самый набор. Вам не нужно двигать мышью во все места и так дальше. Но это не для всех. Это вот для специфического складома. Если вам интересно, можете запустить штуку, которая называется VimTutor. и он вам все расскажет. Как его, как вот, ну, в общем, вам потребуется приблизительно 25-30 минут, чтобы ознакомиться с базовыми возможностями Vim и узашнуться. Вот. А чтобы, значит, дальше, ну, дальше. Вот. Если у вас, ну, короче, с Vim вы не договорились. Это бывает довольно часто. Рекомендуется использовать что-нибудь совсем простое. Ну, разумеется, чтобы был хотя бы там подсвет к синтаксису, понятно, да? Но что-нибудь такое, чтобы вам не мешало думать над кодом. Ну, какие есть там? Если это Linux, есть какой-нибудь, прости господи, этот самый Nano. Да? Вот. Он тоже, да. Значит, есть какой-нибудь Genie. А в принципе... Ой, уйди, уйди, как из тебя выйти-то? А вот. А в принципе есть, на самом деле, в составе дистрибутива Питона есть редактор, который называется idle. И это вполне приличная штука, у которой вполне приличный редактор. Вот здесь, кстати, его виднее, чем на черном фоне. Надо будет все-таки мне под лекцией сделать белый фон. Он вполне себе работает примерно вот так. Вот это командная строка. Значит... Да? Ну, короче, все то же самое. Видите, он даже теперь умеет подсказывать. Бонус idle состоит в том, что вам вообще ничего не нужно ставить. Поставили питон, idle у вас есть. Исключение составляют всякие волшебные дистрибутивы, типа нашего альта, в котором idle выпилен в отдельный пакет, потому что ему нужна графика. А питон можно и без графики эксплуатировать. Там надо ставить специальный пакет, ну, как бы один пакет поставить. В нем даже отладчики есть. В общем, idle – это полезная штука. Можно вполне уметь им пользоваться. Он достаточен для всех целей, которые мы будем преследовать в этом курсе. Как было сказано с места, есть редактор Gini, который уже представляет собой такую мини-DE. То есть это такая уже более IDE-образная штука с какими-то менюшечками, в которой вот есть вот всякое что-то, с какими-то волшебными кнопочками. Вот, он даже работает. Есть другой жанр IDE-шек, которые нужны для профессиональных девелоперов, которые по 8 часов в сутки программируют на каких-нибудь языках, например, на питоне. Самый известный для питона – это Pucharm. Есть всякие Ving и DE, есть кто там еще из таких толстых. Комодо какой-нибудь. Для данного курса они не рекомендуются. Если вы уже умеете пользоваться Pucharm, бог с вами. Это и в следующем курсе я буду запрещать стадион, который будет весной, потому что там будем изучать те вещи, которые Pucharm за вас делает сам. То есть ничего худого в использовании вот таких здоровенных IDE-шек для того, чтобы написать программу сложения двух чисел нет. Но особенно в ситуации, когда вы к этому подходите, так сказать, с некоторого низкого старта, я бы еще раз порекомендовал простые редакторы, которые только редактируют и, в общем, ну, синтаксис подсвечим. Вот. Тем более, что, видите, я тут Ving свой накрутил таким образом, чтобы он… Ving, я сказал. Чтобы он мне еще и выкатывал претензии относительно синтаксиса. А, Ving. Вот сейчас будет много претензий, мне кажется. Ну-ка. Да. Он говорит, ребята, что здесь не хватает? Двух пустых линий не хватает. А здесь чего не хватает? То же самое. Ну, короче, да. Вы пишите на питоне, пожалуйста, не мажьте так густо. Вот. Не мажет густо. А вы, извините, две пустые линии, это просто второй вопрос? Да. Если я успею, если я… Я думаю, что я успею. Я сделаю небольшой кусочек лекции про требования, которые не имеют отношения никакого к синтаксису, про PEP-8. Основная идея стоит в том, что текст на питоне достаточно густ. И если вы его еще и уплотните, то чтение будет невозможно. Да, вот классы, функции, они две пустые строки требуют. Как там поживает моя трансляция, которую я оставил без внимания? Она поживает, там есть даже иллюзия. Спасибо всем. Спасибо всем, кто там, значит, отвечает на вопросы. Там уже народ шуткует, говорит, скоро ко мне придут философы, главное, самим в таких не превращаться. Неправда. Я против такого дискриминации. Вот, мне кажется, что все, что я хотел рассказать сегодня, я по верхам рассказал. Да, значит, домашнее задание. Вот здесь домашним заданием будет вот эта штука, я ее уберу, потому что надо дать время на тем, кто хочет зарегистрироваться на спецкурс в АЦ. Так что у нас будет в следующий раз. Хотя вы можете это сделать уже сейчас, это уже работает. Окей, я тогда поправлю. Короче говоря, домашнее задание состоит в том, чтобы А. Добыть питон у себя на компе, где вы будете решать домашние задания. Б. Найти в нем командную строку, в которой можно работать. В. Добыть какой-нибудь текстовый редактор. Вот, скорее всего, у вас будет айдл, это прям вот он точно будет. Не исключено, что вам его хватит. Потому что он все, что надо, умеет, а все, что он не умеет, в этом курсе не понадобится от слова совсем. Если вы привыкли к какому-нибудь пучарму, ну, бога ради. Запись на спецкурс. Это для тех, кто записан на спецкурс, для 321 группы, разумеется, это обязательно. Это регистрация в, сейчас скажу, каком, в 320 контесте факультетского и джаджа. Туда надо написать, туда надо зарегистрироваться, вам придет пароль. Коммуникация со мной происходит, если кто не знает, в нашем чатике. Есть группа в Телеграм. И в основном там, если вы будете писать мне электронные письма, я через неделю на них отвечу. Возможно. К сожалению, у меня голова так устроена, прошу прощения. Есть такое древнее орудие, военное, называется проща. Берешь программу, кладешь ее в специальное углубление, раскручиваешь, потом один конец прощи, отпускаешь. Она запускается далеко-далеко. Придется неделю ждать, ради того, чтобы высушить такой ценный совет. Контакты со мной происходят в основном в Телеграме. Там довольно много народу, не обязательно контактировать со мной, если кто-то что-то знает. Там свобода этого самого фриспич, короче, да. Короче, если вы знаете ответ на вопрос, который там задают, отвечайте. Это не моя личная, не мой личный бложик. Вот. Не забудьте две вещи. После того, как вы зарегистрировались, входить надо по другой ссылке. Еджаж так устроит. Иначе вы будете... Ну, короче, вот... И не забудьте, когда регистрируетесь, там в методичке написано, указать ваши входные данные, кому, собственно, оценку ставить. Потому что если там будет написано только ник типа Ака-собака, ну, да. Вот. Мне кажется, что про сегодня я сказал все, что мог. Давайте я еще раз проверю это. Удивительным образом... Удивительным образом я рассказал все, что хотел, хотя, условно, меньше часа на это. Вот. Давайте вы позадаете какие-нибудь вопросы. Слушаю. У меня организационный вопрос. Например, в том, где заходили в Еджаж, там есть регистрация. Это мы туда-таки регистрируемся. А там, где написана ссылка, туда мы уже заходим. Ну, Еджаж так устроен, что ссылка для регистрации и ссылка после регистрации – это разные вещи. Нет, до вечера в воскресенье. После семинара отдельно. Значит, смотрите, это, я так понимаю, 321 группа интересуется. Значит, лекции сопровождаются заданием, можете посмотреть в прошлый год. Они будут частично пересекаться. Лекции сопровождаются домашними заданиями, которые нужно выполнить к следующей лекции. Семинары сопровождаются домашними заданиями, которые нужно выполнить к следующему семинару. Разумеется, ну, за день до. Вот. Но у семинаров там довольно забавно все. Например, в случае семинаров мы будем писать сами тесты к своим домашним заданиям. А потом свои домашние задания, свои решения прогонять на чужих тестах. Нет, почему? Нормально. А семинары это 321 группа? Да, семинары это 321 группа. То есть это, собственно, практикум ваш. Там мы немножко больше будем щупать всякими руками. Я объясню, в чем дело. Не в обиду, а здесь присутствующим будет сказано. То, чем я занимаюсь, это спецкурс. Он для мотивированных. На него идут те люди, которые действительно этого хотят. Если они этого не хотят, они походу отвалятся. И это применимо ко всем, кроме 321 группы. 321 группа должна сдать в конце экзамен, вся в полном составе. Вот ровно для того, чтобы помочь тем, кому не очень интересно справиться с этой проблемой, существует семинар. 20. Ну и также для тех, кому реально хочется что-то для себя прояснить. Еще вопрос. В общем, вопрос. Как попасть в Unixark? Unixark. Ваши вопросы? Сейчас, секунду. Там вот был еще вопрос. А, да. По поводу программы. Программа. Вот вас что больше интересует? То, что она работает или то, как она работает? Значит, смотрите. К сожалению, я за эти годы так и не прикрутил к Еджонжу какого? Да, к Онстайлер. Вот. Хотя в планах это есть. Но для того, чтобы его прикрутить, надо вообще-то и лекцию по подиуму ставить сначала прочесть. Но out of memory или out of time будет. Он будет на практику. Да, да, да. Потому что, потому что код стайл это все-таки вопрос скорее договоренности, чем требований. Вот. Другое дело, что поскольку вы учитесь, то давайте поучимся код стайлу хотя бы этому. Я продолжаю свято верить в то, что чем программа красивее на питоне, тем лучше она работает. Ну, обратно и точно верно. Чем она некрасивее, тем хуже она работает. Это я наблюдал тысячу раз. Вот. Поэтому, кстати сказать, такой субъективный критерий. Вот ты начинаешь писать, видишь, ты какую-то портянку в столбик рисуешь. Что-то ты не так придумал. Подумай еще. Вот. Это прям вот известная штука, особенно на таких языках плотных, как питон. Еще был вопрос. Да, да, да. Но он будет, но с этих снятий тут не будет. Смотрите, это вы опять про практику. Да. Там будет, значит, с практику там такая история. Там будет прошивка, которую я лично готовлю для практику, где будет работать все, что я хочу, так, как я хочу. А на ваших ноутбуках нет. Но народ очень часто носит с собой ноутбуки, смотрит на демонстрацию перед собой, на прошивке, которая на факультетском этом самом компьютере, а сам работает на ноуте. Разбираться, что именно не работает на вашем ноуте и почему в семинарское время мы не будем. Я уже этого нахватался во время ковида, когда другого варианта не было. И это, в общем, бездна. Можно почему? Ну, там, знаете, это питон. В идеале там все должно работать одинаково у всех. Там есть мелкие гадости, типа того, что в Windows есть же Windows Subsystem for Linux, да, и в ней ставится LTS Ubuntu, а в этой LTS Ubuntu в прошлом году был 3,6-й питон. 3,6-й или 3,8-й. Я такой, ребята, мы изучаем 3,10-й. А как в Windows поставить 3,10-й питон? И начинаются там прыжки, ужимки и взлеты и падения. Мы изучаем последний питон в каждом году. Вот выйдет 3,11-й, будем изучать 3,11-й, если успеем. Поэтому вы можете надеяться на меня, можете надеяться на себя. Все равно все домашки, все равно по практикуму отправляются в ГИД и там лежат. Абсолютно все равно. Еще вопрос? А мы, знаете, как-то уже приблизились к концу нашей лекции. Тем временем. А, да, ну, слушайте. Хорошо, еще вопрос. Давайте тогда все. О, а мы отдыхаем? Значит, спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире. Я обещаю, что... Вот у меня тут спрашивают, про то, будет ли изучаться что-то новое, что есть в 3,10, но нет в 3,9. А то как же, паттерн-матчинг же. У-у-у-у, в 3,10-м питоне есть совершенно умопомрачительная фича. Соответствие шаблоном. Оператор-матч. Мачкейс. Офигительная штука. Я ни в каком другом языке такого не видел. Ну, возможно, я знаю мало языков. Амаз. Так что, да. Хорошо. Тогда всем спасибо. Значит, еще раз приношу свои извинения дорогому онлайн-сообществу, что я не реагировал на вопросики. Я в следующий раз обеспечу себе поток вопросов с ютубчика на отдельном устройстве, и тогда вы сможете полноценно в этом участвовать. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.